Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кордымовского районов подвел итоги работы за первые 6 месяцев текущего 2023 года. Сравнительный анализ случившихся пожаров за этот период времени показал, что пожароопасная ситуация за редким исключением остается у нас на уровне прошлого года. За истекший период 2023 года на территории Ярцевского района произошло 167 пожаров. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшое снижение. В том году было 170 пожаров на истекший период времени. Из 167 пожаров за текущий год зафиксирована одна гибель человек при пожаре и один человек был травмирован. В том году на данный период времени нетравмированных и непогибших у нас зафиксировано не было. От общего количества произошедших в первом полугодии пожаров, говорит Владимир Анисков, Почти половина это пал сухой травянистой растительности, наблюдавшейся в нашем районе в течение всей нынешней весны. В этом году за поджог прошлогодней травы число привлеченных к административной ответственности составило 37 человек. Хочется напомнить жителям нашего района, что нарушение требований пожарной безопасности, которое выражается в неконтролируемом сжигании сухой травянистой растительности, влечет за собой административное наказание. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 5 до 15 тысяч рублей. На должностных лиц от 20 до 30, на индивидуальных предпринимателей от 40 до 60. И самое серьезное наказание за подобный вид нарушений, говорит Владимир Анисков, ожидает так называемых юридических лиц от 300 до 400 тысяч рублей. Штрафные санкции довольно-таки серьезные, и как бы людям надо быть повнимательнее с пожарной безопасностью. Наступает у нас летний период, как бы это время шашлыков и всяких выездов на природу, поэтому людям надо быть повнимательнее, уезжая с природы и вообще находясь, даже если в районе лесных массивов, то есть если они жгли костры, какие-то устраивали мангалы, то это все, уезжая с природы, надо залить водой, закопать землей, чтобы угли не раздуло ветром и не устроить никакой пожар, особенно лесной. Потому что кругом все сухо, и к этому надо уделить особое внимание. Уважаемые телезрители, Госпожнадзор в очередной раз напоминает всем жителям города, что огонь – стихия опасная, которая не прощает ни халатности, ни ошибок. Будьте осторожны с огнем!